В Брестской области четыре высших учреждения образования, разных по направлениям, количеству студентов и преподавателей. В них обучается около 30 тысяч студентов. Это Государственный университет имени Пушкина и Технический университет в Бресте. Молодые университеты в Барановичах и в Пинске. В этом году свою Альма-Матер покидает около 6 тысяч молодых специалистов. По 25 лучших выпускников от каждого вуза, а всего 100 человек, приняли участие в областном балу выпускников учреждений высшего образования. Состоялось торжественное мероприятие в Пинске, в Полесском государственном университете. После небольшой танцевальной композиции, ознаменовавшей начало события, с приветственным словом к собравшимся, вчерашним студентам, обратился председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Для нас он радостный, потому что, когда вот смотришь на вас, вспоминаешь свои годы студенческие. Эти годы, они самые лучшие в жизни. Вы их будете вспоминать всегда, потому что школа, ну, это детство, еще не все понимаешь, а вот именно студенческие годы, они действительно – это годы становления, когда люди становятся взрослыми, значит, у них появляются свои интересы, свой показор, друзья. Это очень приятно. Среди присутствующих на вечере лучшие выпускники своих университетов. Некоторые из них были заметны в учебе, другие проявили себя в общественной жизни вуза. Перед ними и почетными гостями областного бала выступили с концертной программой творческие коллективы Полесского государственного университета, студенты и преподаватели. На официальной церемонии Анатолий Лис вручил отличникам учебы и активистам университетской жизни благодарственные письма и премии обл. исполкома и областного совета депутатов. После фотографирования с виновниками торжества Анатолий Лис пообщался с представителями средств массовой информации. Он отметил, что материальная и техническая база вузов Брещины продолжит и дальше развиваться, а сегодняшние выпускники и молодые специалисты будут определять судьбу страны. Несмотря на это, в области ощущается нехватка специалистов сельского хозяйства, а выпускников некоторых других специальностей перейд сбыток. Пришло время оптимизировать, в том числе и высшее образование, наверное, да, чтобы не было дублирования одних и тех же специальностей, наверное, пришло время. Ну и, конечно, пришло время тоже упор делать не только на специалистов с высших образований. Нам сегодня же нужно и среднее звено, значит, со среднетехническим специальным образованием. То есть колледжи должны также учиться. Ну и, наверное, и среднее специальное учебное заведение, они должны готовить высококвалифицированных кадров. То есть не панацея стать и окончить только высшее учебное заведение. Самое главное – стать хорошим специалистом. Одно из тех, кому вскоре надлежит внести свой вклад в развитие страны, это выпускница Брестского университета имени Пушкина Марина Цундер. Она уверена, что у сегодняшних студентов будущее всегда светлое. Темного будущего не бывает. Ну, как по мне, естественно, темные дыры там и есть, и вселенная, и все такое. Но будем верить, что все будет светло, все будет хорошо и замечательно. Конечно, я безумно счастлива, я безумно рада, что меня пригласили, чтобы попала такая честь быть приглашенной на этот как бы бал. Все-таки это бал, чтобы это не стало, мы все в длинных платьях, поэтому очень рады. Ну, а естественно, вот что губернатор был, что нас поздравил, тоже очень приятно. Подобное мероприятие, областной бал выпускников – это добрая традиция. Завершает учебный год, честуя лучших представителей молодежи. А то, что ПИЦ и ПолесГУ впервые принимают высоких гостей, не случайно. Ведь Полесскому университету есть чем гордиться. Мероприятие это традиционное. Договорились вот мы сейчас, что оно будет. Оно будет проходить во всех университетах. Почему начинали именно с нас? Ну, мы, наверное, смогли наиболее быстро к нему подготовиться. Как уже получилось, это скажут участники, но мы хотели всех принять достойно. На следующий год подобные мероприятия пройдет уже в другом вузе Брещины. И традиция встречи областного руководства с молодыми специалистами будет продолжена. Завершился бал выпускников Пинской дискотекой. Продолжение следует...